Раннее утро неподалеку от Незавертайловки. Люди в специальных комбинезонах тянут сети через весь водоем. Глядя на такую картину, кто-то может подумать, что они занимаются браконьерством. На самом деле это сотрудники рыбхоза, и весь их улов в скором времени обогатит воду Днестра. Для зарубления мелкую рыбу владеют, потому что рыба зарубляется на гектар, если, например, в озерах, а в реках зарубляется. Мы зарубляем на килограмм, потому что в килограмме больше рыб. Это получается, что в килограмме у нас где-то 40 рыбок, а если крупную рыбу взять, то получится 5-6 рыбок. Поэтому нам нужно количество рыбы. Из мелкой вырастет крупная. Весь улов грузят в специальную машину. В ней рыба без особых проблем может преодолевать большие расстояния. Загрузившись в Незавертайловке, спецмашина отправилась в путь. Конечная точка следования – участок реки возле Черновки. Сегодня здесь выпускали рыбу в Днестр те, кто обычно ее ловит. Сегодня, в частности, проводится зарубление реки Днестр рыбоками, осуществляющими промысловое рыболовство, в исполнении договорных обязательств в счет выделенной квоты. В настоящее время произошел выпуск жизнестойких сигалеток промысловых видов рыб, таких как толстолобик, карась серебряный и карм. Общий вес зарубка – более полутора тонн. В Минсельхозе говорят, что в этом году промысловики выпустили в Днестр и протоку Турунчук свыше шести тонн рыбы и планируют еще проводить зарубление вплоть до середины ноября. Станислав Стоянов, Николай Биркиншток, Первый Приднестровский телеканал.